Привет-привет! Привет из Майами, из солнечного Майами. Сейчас я нахожусь в Брикл. Это район, финансовый район города Майами. Это не Саутбич, это не Майами-бич, это уже город Майами непосредственно. И я сейчас нахожусь в финансовом дистрикте, в финансовом центре. Здесь вот уже, как видите, расположены такие высокие здания, небоскребы. Совершенно другой вид, совершенно другая атмосфера. Очень много людей работает здесь в банках, в финансовых различных институтах. И все, что связано с финансами. Вообще, удивительно, но факт в том, что в Майами, в городе Майами, находится самое большое количество представительств различных финансовых структур в США. Раньше я думал, что самое большое количество в Нью-Йорке, но нет. Самое большое количество филиалов, представительств различных банков, международных в том числе, находится непосредственно в городе Майами. С чем это связано? С тем, что здесь много компаний европейских, много компаний американских представлено, но еще больше здесь представлено компаний латиноамериканских. И вот в связи с этим, здесь вот такой, так скажем, конгломерат всего этого. Вот эти два здания, таким вот образом они оформлены, два высоких здания. Резиденция и отель. Слс. Слс-отель. Вот. Дальше, если мы пойдем, то тоже много различных отелей. Здесь такая улица ресторанная. Сейчас время как раз-таки вот обед. И многие, вот как вы видите, выходят и обедают. Те, кто работает в различных организациях. Флорида уже открылась полностью. Носить маски совершенно не обязательно. В многих залах спортивных уже можно без масок приходить и заниматься. Никаких проблем нет. Вот. Но где-то еще могут попросить надеть маску, чтобы зайти, например, в аптеку или еще куда-то. То есть я с этим тоже столкнулся. Но, в принципе, как бы, это уже не обязательно. Наш губернатор сказал о том, что Флорида полностью вышла из этого обязательного условия лишения массы. Потому что количество заболевших уже очень-очень небольшое, незначительное. Совершенно другая здесь атмосфера. Более рабочая. Более такая деловая. Очень большое количество, как вы видите, еще даже строящихся домов, строек, вот, например. Но также много и уже построенных зданий, отелей, резиденций. И на самом деле всех этих, так скажем, резиденций все равно недостаточно. Все равно очень большое количество людей, которые хотят приобрести недвижимость в Майами. И цены растут. Цены продолжают расти. Особенно это актуально стало с тем, что из многих других штатов демократических, таких как Нью-Йорк, таких как Калифорния, люди начали переезжать во Флориду. Плюс многие компании, такие как Тесла и все прочее, заключают договоры о том, чтобы открывать здесь филиалы, которые закрываются в Калифорнии. Здесь нет налога штата на зарплату, поэтому многим компаниям выгодно иметь здесь работников, за которых не нужно платить дополнительные стейт налоги, налоги штатов. Поэтому многие сюда переезжают. Также здесь выгодно открывать бизнес, компании. И опять-таки налогообложения достаточно приятные здесь для ведения бизнеса по сравнению с Калифорнией или с Нью-Йорком. Первый язык здесь, как вы понимаете, как вы слышите, это испанский. И второй – это английский. Да, понятное дело, что мы находимся в Соединенных Штатах. И английский, он является деловым языком, языком, так скажем, делопроизводства и всего прочего. Но в Майами к тебе могут спокойно подойти и начать разговаривать на испанском. Люди, которые, может быть, здесь тоже уже очень большое количество времени прожили и так и не выучили английский. Хотя я могу сказать, что испанский, мне кажется, очень похож на английский. По крайней мере, там, necessary, например, да, слово necessary и necessito, necessito по-испански. То есть, в принципе, для них это как бы плюс-минус где-то похоже. И очень многие слова так можно, что называется, понять. Но для них это сложно, потому что произношения разные и для латиносов это очень-очень сложно подается. Хотя не для всех. Многие очень хорошо говорят на английском, особенно те, кто были рождены здесь. Но это и понятно, потому что не ходят в школу. Вот. Ну и все такое прочее. Вот такие вот здесь здания тоже расположены. Это уже различные финансовые компании. Посмотрите, вот это здание очень красивое. Оно подсвечивается вечером. И очень-очень крутое. Я вам сейчас говорю вот про это вот здание. Видите, оно такое впуклое. Правильно, наверное, сказал. Впуклое. Не выпуклое, а впуклое. Вот такие вот автомобили ездят. Банк. Какой-то банк. Поло, Аполо. Я даже не знаю, что за банк, но это же представительство. Только здесь, наверное, этот банк представлен в Майами. Где-нибудь в Нью-Йорке вряд ли есть филиал этого банка. Очень большое количество банков из Аргентины, из Латинской Америки, Колумбии, Венесуэлы. Может быть, сейчас из Венесуэлы не уверен, но из Колумбии, из Чили и все прочее. Многие, кто приезжает из Латинской Америки, это у меня друзья есть, кто приезжал из Аргентины, их банки здесь представлены. И они как бы чувствуют себя как дома, что называется. Ну и плюс ко всему, они еще и говорят на испанское, могут подойти к любому, поговорить, пообщаться. Практически все официанты, наверное, процентов 80 тоже говорят на испанском языке. Ну, в общем, вы понимаете, что здесь нужен испанский язык. Кстати, если вы будете звонить куда-то в государственные органы, либо еще куда-то, то у вас будет альтернатива говорить на испанском, либо на английском. То есть есть такая возможность выбрать язык общением. Также многие документы, которые приходят из госструктур, тоже дублируются на испанском, английском языках. Поэтому такие дела. Тут нужно иметь английский и испанский. Особенно, если хотите строить карьеру и работать, занимать хорошие позиции. Потому что иногда вам просто необходимо изъясняться, если вы менеджером хотите быть, у вас будет очень много подчинения спаноговорящих, вам просто необходимо будет с ними разговаривать, потому что многие из них либо плохо говорят, либо вообще не говорят на английском языке. Вот еще одно здание. Здание тоже СЛС, гостиница. Вот в таком формате она оформлена. Ну и здесь же резиденция. Люди покупают квартиры, живут. И могут позволить себе, что называется. Вот. Сейчас немножко пройду туда. Вот это вот здание с белыми колоннами. Никогда не догадаетесь, что за здание. Тесла проезжает белое. Белый автомобиль. Да, у нас, кстати, очень тепло. Жарко, я бы сказал, душно даже. Где-то порядка 30 градусов сейчас. Вот. Да, я подхожу к этому зданию, и вы никогда не догадаетесь, что это за здание. Полностью все здание. Там такое большое, с колоннами. Казалось бы, это может быть какой-нибудь музей, административное здание. Но нет. Это аптека. И я был очень поражен, что вот такое вот здание досталось аптеке. В общем, очень странно, но факт. Вот такой вот деловой центр. Да, атмосфера здесь совершенно, говорю, другая, нежели на пляже, в Майами-пич. Вот, но, тем не менее, здесь тоже классно. Здесь тоже есть свои, так скажем, особенности, плюсы. Там очень красивый дальше пей. Но я его, наверное, уже сниму в следующем видео, чтобы не было слишком длинным видео. Вот. Сейчас покажу, как и что здесь выглядит. Можно брать велосипеды в прокат, кататься здесь. Можно брать вот такие вот самокаты, причем разных компаний. Есть электрические велосипеды. В общем, можно всячески, что называется, как-то себя развлекать здесь и перемещаться. Как видите, трафик достаточно такой оживленный, но не сильно, не сильно прямо пробки есть. Просто стоят на светофоре. В общем, очень приятно. Выглядит практически как Нью-Йорк, но такой, знаете, новый Нью-Йорк, потому что в Нью-Йорке очень много зданий таких уже старых. Вот. А здесь как бы новые, такие здания все новые относительно, не как бы старше 10, наверное, 15 лет. Вот. Тут же растут пальмы, солнце, спокойные, улыбающиеся люди, никуда не торопятся. Вот. В Нью-Йорке, конечно, все бегают, все куда-то спешат, не успевают, суетятся, ругаются, ну и все прочее. Вот так вот выглядит Майами. Всем желаю хорошего настроения и позитива. Привет из Нью-Йорка. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.